Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо и сегодня мы с вами продолжим заниматься сборкой Ахламона, мотоцикла из хлама. Вчера, к сожалению, не получилось поработать, был занят другими делами, но ночью нашел силы и время, чтобы смонтировать очередную серию нашего путешествия на Урале по Кавказу. Ну а сегодня уже с новыми силами за работу. Кстати, работы осталось не так уж и много. Все это в основном мелочи, но как часто и бывает, мелочи отнимают больше всего времени. Начнем давайте с установки воздушного фильтра. Есть у меня фильтрующий элемент от мотоцикла Минск. Он был установлен на моем Урале и даже путешествовал с нами по Монголии. И этот фильтр отлично стыкуется с приливом днепровской коробки. Остается только придумать, как же его здесь закрепить. Для этого возьмем длинную спицу от Ураловского колеса, немножко ее укоротим и загнем. То, что у нас получилось, пропустим через отверстие в корпусе, зафиксируем гайкой. И уже к этой спице будем крепить ось, которая и будет удерживать на месте воздушный фильтр. Соединим их между собой, конечно же, с помощью сварки. Можем фильтр теперь установить на ось. Ну а на случай плохой погоды я сделал для него корпус из подходящего по размерам пластикового контейнера. Может быть, все это не очень красиво, но вполне функционально. Остается соединить карбюраторы с воздушным фильтром. Для этого у меня есть какой-то сантехнический гофрированный пластиковый шланг. Питание двигателя воздухом мы обеспечили. И теперь давайте подумаем о его питании электричеством. Для этого я буду использовать 7-амперный аккумулятор от источника бесперебойного питания. Как показывает практика, батарея вполне надежная и для Урала его хватает. А устанавливать я аккумулятор буду где-то под сидением в районе крепления маятника. И для этого нам снова придется взяться за сварку. Между трубами рамы вварю опорную перемычку. А на перемычку приварю гнездо для аккумулятора, сваренное из крупной ячеистой стальной сетки. Была клетка для кроликов, а будет клетка для аккумулятора. Уж не знаю, чем эта решетка покрыта, но варится она с прикольными спецэффектами. Получилось у нас что-то вроде корзинки из супермаркета, куда достаточно плотно становится аккумулятор. И думаю, ни в какой дополнительной фиксации он не нуждается. Продолжаем сборку. И сейчас я хочу установить заднее крыло. Оно должно быть короткое, узкое и расположено над самым колесом. А для этого крепить его придется непосредственно к маятнику. Для этих целей я возьму заднее крыло от мотоцикла Минск. Кривое, ржавое, в общем, мне его не жалко. Естественно, от него придется отрезать все лишнее. Устанавливаем, прикидываем, подмеряемся, где нужно подрезаем. Ну а потом, потом, конечно, приварим. Теперь некоторые части из того, что мы уже отрезали, можно использовать в качестве усиливающих элементов. Ну а основную нагрузку от крыла возьмут на себя несколько прутков арматуры. Получилось достаточно крепко. Ну а теперь будем думать, как нам закрепить на раме топливный бак от 49-го ежа. Спереди, я думаю, приварить трубку. В трубке с двух сторон нарезаю резьбу М8. Теперь спереди можем прикрутить бак на болты. А сзади примеримся по отверстию и приварим к раме гайку. На гайку укладываю резинку для смягчения ударов. И зажимаю все это хитрым болтом под 12-зубую звездочку. Получилось неплохо и держится надежно. Приступаем к выбору сидения. Варианта у меня два. Либо такая же лягушка, как стоит сейчас на моем Урале, которая будет просто укладываться на раму и, возможно, привариваться прямо к ней. Либо, привет из детства, сидение из кожи молодого дермантина. То самое, которое стояло на моем Урале до того, как я начал его восстанавливать. И оно сюда становится просто как родное. Лично я за второй вариант. Тут даже с крепежом мудрить ничего не надо. Привариваем ухо, которое шло в комплекте с сидением. Оно раньше цеплялось за ураловскую раму. И прижимаем гайкой. Еще я хотел бы, чтобы на охламоне стояла небольшая спинка, к которой я смогу прикрутить стоп-сигнал и привязать какие-то вещи, необходимые с собой в дороге. Для начала собрал спинку на прихватках, походил со всех сторон, посмотрел, примерился, чтобы все было ровно. А сверху приварил диск переключения, который двигает в коробке вилки. Ну а если все хорошо, то можем варить. Стоп-сигнал я решил снять со старого днепровского крыла. Это стопак от какого-то или зела, или газона. Честно говоря, я их немножко путаю. Но стекло цело, корпус есть. Лампочки внутри проверим. И, в принципе, будет отлично. А еще вот смотрю ниже на этот номер. 1741 ГСИ. И есть у меня мысль, а не поставить ли нам его на Ахламона. Вообще, с номерами вариантов несколько. Самый легальный, но я почему-то его опасаюсь, это снять номера с моего Урала. Покрасить Ахламона в синий цвет хотя бы частично. И вот вам, пожалуйста, Урал. Урал. Номера совпадают. Ну а то, что коляски нет, это уже как бы вопрос, решаемый с помощью штрафа. Но, есть у меня сомнения, что если будут Ахламона забирать, то вместе с ним и мои документы с моими номерами уйдут. Будет обидно. Вот этих номеров, например, не жалко совершенно. Если вдруг останавливают, куда едешь, где документы, говоришь, а документов нет, купил мотоцикл у цыганей, вот еду. Естественно, мотоцикл попадает на штрафстоянку, но, хм, жалеть-то особо не о чем. А еще один прикольный вариант. Есть у меня вот какие номера. Нидерланды. МС-66. Ху. С этими номерами я когда-то купил мотоцикл. Хонду ВТ-600. Она приплыла из Голландии. Я ее восстанавливал. И номера остались мне. Я поставил ее на учет. Белорусские номера мне выдали новые, а эти остались. Представляете себе, как это будет выглядеть со стороны? Едет Ахламон по трассе. Все на него смотрят, что это за каракатится такая. А снизу, бах, Нидерланды, Голландия. Ну, ладно. В общем, пишите, что вы об этом думаете. Я пока номера ставить не буду. А вот стопак сейчас поставим. Стоп-сигнал занял свое место. Не отвалится? Да нет, вроде надежно. Подключать буду его уже завтра, если получится. Сидение тоже поставил. И давайте сегодня установим, например, зеркало. На нем была отломана резьба. Но благодаря посылке от Владимира резьбу я смог восстановить. Приварил упор в виде шайбочки. Устанавливаем и снизу зажимаем гайкой. Зеркало у нас будет одно. По стилю больше не положено. И что-то мне не очень нравится, как оно торчит за габариты руля. Попробую его немножко подогнуть. Тут, конечно, каждому свое, но мне так нравится больше. И, наконец, финальное на сегодня дело. Фара. Маленькая, когда-то хромированная противотуманка от моего Мерседеса. Устанавливать ее буду на самодельный сварной кронштейн, который соберу прямо по месту. Устанавливаем, зажимаем гайку. Ну, а подключать будем уже завтра. Что же, мне нравится то, что у нас в итоге получается. По крайней мере, это прикольно. И многие у меня в комментариях спрашивают, Санчо, зачем ты тратишь время на Ахламона? Не лучше ли было бы заняться тем, чем действительно надо? И знаете что? Если всю жизнь заниматься тем, чем надо, и не оставлять себе времени на то, что нравится, и то, что прикольно, то вы проживете очень полезную, но скучную жизнь. На этом прощаюсь. Всем спасибо, что смотрели. Всем счастливо и всем пока!